Добрый день, меня зовут Дмитрий Эйлер. Сегодня 21 июля 2020 года и это аналитика для клиентов брокерской компании Амаркетс. Начнем с пары евро-доллар. Евро-доллар сейчас находится во флете. Здесь немного, наверное, нужно пояснить, в чем заключается вообще моя аналитика. Я торгую исключительно внутри дня и аналитику провожу для внутридневных движений. Для того, чтобы мне можно было посчитать потенциал движения, мне нужно, чтобы оно хотя бы немного началось. То есть в основе моей стратегии лежат волновой анализ Эллиута и математика. Так вот, для того, чтобы мне понять, куда пойдет цена и какой ее будет потенциал рассчитать, мне нужно, чтобы была первая волна, согласно моему алгоритму. Так вот, евро-доллар в данном случае, зафлетив уже второй день, не дает мне возможности. Ну, во-первых, нет первой волны никакой, которой я мог бы посчитать ее потенциал и найти точку входа. Во-вторых, во флете, в принципе, никаких интересов для торговли даже по каким-то другим торговым стратегиям быть не может. Поэтому идеи по евро у меня на сегодня нет. Есть лишь определенное правило, да, то есть алгоритм, как я буду действовать дальше. По последним ключевым уровням, которые я просчитал. Уровень 1.14682 и 1.14161. Это зона флета для евро. На текущий момент, буквально сегодня-завтра, я ожидаю пробития либо уровня нижнего, либо верхнего по вот этому флету. И тогда можно будет уже говорить о том, что движение сформировалось, как правило, именно волной. Первая волна пробивает такие границы флетовые и начинает новое движение, новый цикл. Тогда, естественно, что, ну, логично, если у меня будет пробитие уровня 1.14161, сформируется первая волна, я смогу посчитать потенциал, я смогу посчитать, где мне открыть точку входа и где у меня будет точка выхода. Соответственно, в данном случае я буду после первой волны на откате брать продажи при пробитии уровня 1.14161. В случае, если волна пробьет верхнюю границу, то есть уровень 1.14682, ну, логично, да, что я буду покупать на откате, просчитав, куда у меня будет откат, естественно, и там буду ждать точку входа. Фунт-доллар. По фунту здесь достаточно все вроде бы достаточно просто. Вчера фунт достаточно сильно поднялся вверх, то есть просто весь день был восходящее движение. И на сегодняшний день пробит ключевой уровень 1.26630. По моим расчетам потенциал этих покупок завершается на уровне 1.28215. Это конец пятиволновки. И математически у меня получилось рассчитать его именно на этой цене. То есть потенциал сделки, допустим, если сегодня все-таки он даст зайти в него, то получится, что потенциал сделки будет именно здесь. Главное, чтобы ему волатильности хватило, потому что особо какими-то хорошими движениями в последнее время фунт не особо радует. Волатильность у него снизилась, но в данном случае потенциал есть потенциал, и я буду ждать его именно сюда. Доллар и иена. Доллар и иена тоже достаточно сильно флетит, особо каких-то движений интересных редко встречается. И у нее почти та же самая ситуация. Единственный момент, что здесь все-таки у меня получилось рассчитать именно покупки, то есть по вот этому движению, да, то есть направление вверх. На сегодняшний день потенциал у меня первая цель 107.431 уровень. От него, скорее всего, будет небольшой откат, и я все-таки ожидаю пробития этого уровня и достижения цели 107.600. Но 107.431 нужно здесь быть внимательным, потому что, по сути, может флет продолжиться, и от этой цены, собственно говоря, график пойдет вниз и продолжит свой флет. Канадский доллар сейчас совершает свое падение. Неплохое движение вчера было по нему, и неплохо была точка входа. И по моим расчетам сейчас уровень 1.34.937 является концом этих продаж. То есть здесь нужно следовать уже простейшей логике, да, если цикл закончился, то новый цикл может начаться. Причем, учитывая, что этот уровень такой достаточно интересный, в плане, то есть за последнее время он в таком коридоре ходит, канадский доллар. И уровень 1.34.937 также совпадает и с историческими минимумами. Соответственно, я понимаю, что здесь цена, ну, как минимум, пойдет в откат. Вот, но, вероятно, и пробой этого уровня, потому что давно уже он достаточно держится, максимумы у нас снижаются, минимумы, по сути, остаются одни и те же. То есть небольшое поджатие все равно идет к этой цене, поэтому возможен пробой. Здесь нужно будет, опять же, следовать логике. То есть у меня будет следующий порядок действий. Как только цена подходит к уровню 1.34.937 и формирует хорошую первую волну, я на откате буду брать покупки. Посчитаю откат и при наличии точки входа я буду здесь брать покупки. Если после завершения цикла будет пробит ключевой уровень 1.34.937 и будет сформирована первая волна, согласно моим правилам, моего алгоритма, то я на откате буду при наличии точки входа брать продажи. Сейчас просто так на ровном месте прыгать в сделку, естественно, нельзя. Золото. Золото пробило ключевой уровень 1.8954, но и при этом достигло следующего ключевого уровня 1.820.44. Здесь опять та же самая ситуация. То есть цикл по моим пока что промеркам он закончился. Сейчас, в данном ситуации, после пробоя 1.820.44 уровня, я буду, естественно, здесь рассматривать покупки. Если только от этого уровня сформируется первая волна вниз, согласно моему алгоритму, то есть на откате я буду это дело все, естественно, продавать. То есть на данный момент пока идеи нет, потому что цена, опять же, флетит и не говорит мне о том, что она куда-то вообще собралась. И во флете вы не знаете пока о намерениях. Индекс S&P 500. Вчера было хорошее восходящее движение от уровня 3.203.2. И потенциал этого движения, уровень 3.272.2 сегодня ночью был, по сути, достигнут. Уровень достигнут и здесь, опять же, следующий алгоритм. То есть если у меня возникает сейчас хорошая волна на продаже, я буду продавать. Если волна сформируется на покупке, пробив ключевой уровень 3.272.2, то понятно, что я буду здесь рассматривать покупки на откате, согласно всем правилам. Нефть. У нефти движение достаточно вялое последнее время и особо каких-то интересных моментов и точек входа, к сожалению, нет. На сегодняшний день, по моим расчетам, получается следующая ситуация. Уровень 42.70 был достигнут вчера вечером уже. Это уровень ключевой, от которого цену развернуло и сейчас движет, собственно говоря, к верхней границе. Это уровень 43.70. Здесь я никаких особо интересных моментов не ожидаю. Скорее всего, будет отскок, потому что все это больше похоже на коридор, который, по сути, уже длится достаточно долгое время. То есть между этими ценами уже была небольшая проторговка, флетовая конструкция. И сейчас, по сути, больше похоже именно опять на то же самое. Вот если произойдет все-таки хорошее пробитие уровня 43.70, то, естественно, можно будет нефть покупать. Если цена от этого уровня отскочит, хорошей первой волной сформирует, то можно бы, конечно, продавать. Ну, а на сегодня это все. Подписывайтесь на канал брокерской компании Амаркетс. Подписывайтесь на мой канал. Записывайтесь ко мне на бесплатные тестовые уроки по алгоритму. По моему разберем вашу торговлю. Обсудим, чем мы друг другу можем быть полезны. Все ссылки в описании. Всего доброго. Удачи в торговле.